Бисмилляхи рахмаха Слава Богу, есть единобожие Просто хочу правильно верить Богу С миром, это значит ислама Аллаху валию الذين آману Юхриджу хум Минам с улюнати Илэн нур Нет принуждения в религии Прямой путь уже отличился От заблуждения Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха Тот ухватился за самую надежную рукоять Которая никогда не сломается Аллах слышащий, знающий Хвала Создателю, озарившему наши сердца Светом единобожия и благодатной верой Да благословит Аллах и приветствует пророка Мухаммада Его семью и всех сподвижников Сердце, это же мчужина веры Сердце Всевышний избрал местом познания И постижения, органом ощущения и прозрения Человек осознает и понимает при помощи сердца И ощущает в нем чувство веры Праведности, радости, веселья, печали и боли А также многое другое Человек отличает истину от лжи И правду от ошибок при помощи сердца Сердце, это самый почтенный орган в человеке И самое дорогое, чем он обладает Оно сосуд знания и постижений Оно источник нравов и достохвальных качеств Оно орган прозрения и лучшая мерила Озаренные сердца, это сердца прозревшие И уверовавшие в Создателя и в его истинную религию Ислам Сердца тех, кто стремится к раю и к высшей награде в нем Лику Аллаха Их сердца взывают к Создателю Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону После того, как ты наставил нас на прямой путь И даруй нам милость от себя Ведь ты дарующий В нашей программе мы приведем назидательные истории тех, кто пришел в ислам из других конфессий и атеизма словами самих наших героев Имя нашего героя Салих в переводе с арабского означает «праведный» Это имя носил один из пророков Аллаха, народу которого Аллах Всевышний показал знамение Вывел из скалы верблюдицу Историю этого пророка вы можете узнать из священного Корана и взять для себя много назиданий А наша история о простом алматинском парне, которому Аллах даровал великую награду ислам и веру Парень этот родился и воспитывался в христианской семье А сейчас, по воле Аллаха, он глава мусульманской семьи Как все это произошло, расскажет нам сам Салих Ведь поистине, чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит Воистину, я один из мусульман Я родился в Алмате Мухаммабуля, с самого рождения живу здесь, в Алмате Учился в школе в 42-й Закончил 11 классов Потом поступил в институт на первый курс И как раз в этот момент, как поступил, как раз принял ислам Ну, где-то через неделю-две, как принял ислам, сестра начал совершать намаз Ну, к исламу я подошел еще в школе Когда учились, был у меня друг, нам Асхан Мы с ним общались, им просто многое заинтересовало в исламе И я начал сравнивать То есть, со своей религией, которая была христианством И по воле Аллаха, который дал мне разум, хвала ему Я принял ислам И уже, ахамдуля, четыре года в исламе Ну, конечно, ахамдуля, как принял ислам, сразу увидел разницу Просто начинаешь различать, где запрещено, где разрешено Так более или менее Начинаешь как-то более добрее становишься Понимать много начинаешь И на жизнь проще смотришь Знаешь, что, что начало, это временно Свой первый намаз Ну, субханалла, чувство, что улетало Была такая легкая, субханалла Особенно после намаза вообще Действительно почувствовала вкус жизни Так что я живу, начало Я занимался футболом Когда я только интересовался исламом У нас в команде был массажист Один брат мусульман Я тоже у него много спрашивал И слышал то же самое, что сам читал, что узнавал То есть подтверждалось все то, что я знал Я решился принять ислам И мой первый намаз Как раз я с ним пошел в мечеть Наджимай намаз, по-моему Ахамдуля Первый мой намаз такой Еще не умел даже практически читать Но все равно После этого я уже просто не смог оставить намаз Взаимоотношения с родителями, конечно, изменились До ислама как-то мог повысить голос на них Мог где-то Как-то отнестись, понять не так После того, как я прочитал в Коране То, что Аллах сказал Что не смейте сказать родителям даже Уф После этого я, конечно, изменил свое отношение к родителям И, естественно, это сказалось на отношении родителей ко мне То есть мать тоже начала ко мне обходить Относиться так помягче как-то Начала понимать, что моя жизнь изменилась как-то Ахамдуля, родители поняли, что это мирная религия Что эта религия несет добро Что ислам это действительно мир Пока никто не принял из родных ислам Ну, хвала Аллаху Я надеюсь на милость Аллаха Мой отец был тяжело болен И я его посещал Он читал Коран до этого До своей болезни читал исламские книги То есть я ему давал кое-какие книги почитать Ахамдуля Он за свидетельство сказал Кальма-Шахадат То есть что он свидетельствует, что нет борьства кроме Аллаха И что Мухаммад его посланник Ну, по воле Аллаха он скончался Я думаю, иншалам и мусульманам До ислама смотрел на жизнь бы так несерьезно Думал, жизнь где-то в лет 27 Ахамдуля, с принятием ислама Мое отношение к этому вопросу изменилось Я начал искать все спутницу жизни И понял, что это довольно-таки серьезный вопрос Что искать нужно серьезно И действительно Отбор был очень такой серьезный Искал девушку с иманом Тоже соблюдающую, естественно, столпы ислама Читающую, совершающую намаз Ну вот, ахамдуля, нашел Жена моя тоже русская Хвала Аллаху Не так давно в исламе Тоже совершает намаз Женились как раз месяц Рамадан Вместе постились Это ее первый пост был Закончил я Евразийский институт рынка Факультет маркетинга Закончил хорошо По профессии, к сожалению Не удалось поработать Устроился в аэропорт В пожарную службу Работа нравится График работы, в принципе, устраивает Уже сутки через сто Такой удобный график Много свободного времени Есть время на семью Есть время на встречу с братьями Есть время на получение знаний А на работе проблем с намазом нет Сейчас нам шеф выделил комнату Даже для намаза В каждой смене, считая По два, по три брата Есть мусульмане Читающих, совершающих намаз Затруднений в религии, как говорится, нет Ислам легкая религия Алхамдулля, Аллах облегчает нам Мусульманы Все во всех местах Где бы мы ни находились Есть облегчение свое Скажи, Аллах вводит в заблуждение Того, кого пожелает И ведет прямым путем тех Кто обратился к нему с покаянием Субтитры создавал DimaTorzok